В нашей памяти есть личностная составляющая, локализованная на материальных носителях нашего организма, а есть и эгрегориальная составляющая, благодаря которой человек может иметь доступ к информации, которая не имела реально доступа в своей жизни. И как один из вариантов воспоминаний о прошлых жизнях – это доступ к эгрегориальной памяти. Это не обязательно ваша личностная память, потому что в литературе описаны такие вещи, что в состоянии гипноза товарищи интересуются вопросами прошлой жизни. Он рассказывает, что он купец, владелец корабля, отправляется в плаванье, и на него нападают пираты, и предводитель пиратов его убивает. В следующем сеансе гипноза он рассказывает, что он родился где-то в рыбацкой деревушке, потом рыбной ловлей перестал заниматься, стал пиратом, в конце концов возглавил пиратов, и как-то раз напал на какой-то корабль, где убил такого-то купца. То есть получается так, что в один и тот же период времени одна и та же душа была и пиратом, и купцом. И это не единственный случай такого рода, потому что другой человек, тоже в состоянии гипнотического транса, вспоминая прошлые жизни, вспоминал, как он рожал ребенка, будучи женщиной, а в другом сеансе он вспоминал, как он рождался у той женщины. Чтобы интерпретировать вот такого рода свидетельства о прошлых жизнях, ну, в общем-то, требуется или иное представление о мироздании, когда одна и та же душа в разных мирах может выполнять разные функции, либо следует исходить из того, что одна и та же душа в ряде случаев может оперировать разными телами в одно и то же историческое время. Поэтому вопрос о прошлых жизнях – это вопрос, который не зря закрыт для большинства людей по той простой причине, что если прошлые жизни имели место, то совершенные в них ошибки, они так или иначе забыты и не влияют на дальнейшее развитие души и решение нравственно-этических проблем в этой жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова